Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот это уже, можно сказать, загадочное убийство, которое произошло в городе Гай, в Оренбургской области. Три студентки медицинского училища снимали квартиру и обнаружили двух убитыми в квартире. Одна прошла 70 метров по двору, упала и, значит, истекла кровью. Вопросов больше, чем ответов. Понятно, что, думаю, что следствие установит, что там случилось и так далее. Изначально распространили фото одного парня. Он пришел в Уфе сам, в полицию, и сказал, что меня все называют убийцей. Я был в это время в Уфе. Родственники подтвердили его, что он был в Уфе. Его алиби тоже уточняется. Но они все девочки, 17, 18, 19 лет, из Башкортостана. И у его брата, этого парня, который пришел в полицию сам, были романтические отношения с одной из девушек. Незадолго до этой трагедии они созванивались. Тем не менее, полиция сегодня распространила, значит, фото подозреваемого. Александр Лазарев, по-моему, 29 лет, поправьте меня, если я ошибаюсь. Значит, еще в 12-м году он был осужден и 3 месяца назад освободился. Все дело в том, что, значит, сегодня также была информация о том, что могли им подсыпать снотворное. И девочек, вот двух, двух девочек, так сказать, могли лишить жизни во сне. То есть, они могли даже не проснуться в этот момент. А одна, которая выбегала, она, значит, пришла в себя и пыталась убежать, собственно говоря, от этого зверя. По-другому я сказать не могу. Вот по информации с ним, молодого человека еще в 12-м году приговорили к 9 годам и 4 месяцам тюрьмы за убийство в его родном городе Орске. Находясь в колонии, он поначалу часто нарушал режим чуть более чем, значит, за 4,5 года заключения 11 раз получал наказание. Значит, Лазарев отказывался от работы, также проносил запрещенные предметы. В 17-м году мужчина женился, у него родилась дочь. Значит, позже подозреваемый окончил училище при колонии, получил специальность шевья, мастер столярного дела. Однако, несмотря на 23 по очереди от администрации, к его нарушениям за это время добавились еще 4, так что он не смог добиться УДО. Согласно характеристике, из тюрьмы Лазарев принимает криминальную субкультуру и после освобождения не имеет определенных планов. На свободу он вышел 3 месяца назад, но как оказалось, если это он, он план это определенный имел. Другое дело, что не все эти планы, видимо, смогли обнаружить в нем. Тела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18, 19 лет. Они учились в медицинском колледже, снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства – кухонный нож. Сегодня МВД распространило ориентировку на подозреваемого в убийстве студенток. В день преступления он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни, на них были следы крови. Друзья, все дело в том, что я хотел порассуждать о том, что если пригласили домой незнакомого молодого человека, как это вот поговорить, так сказать, что этого делать не нужно и так далее. Но, вы знаете, здесь не совсем понятно, что случилось. Потому что я посмотрел сейчас интервью с соседом, непосредственно сосед квартиры, вот девчонок погибших. Я выражаю соболезнования, значит, убитых выражаю соболезнования близким. Это страшное горе, это страшная потеря, потому что такой возраст им детей рожать и выходить замуж, учиться. И, вы знаете, сейчас вообще, в принципе, когда открываешь новости, это не новости, а какие-то сводки с фронта, потому что чуть ли не каждый день, когда читаешь новости, натыкаешься на какие-то вот такие абсолютно страшные вещи, где сразу по несколько человек молодые. Это просто ужас, что творится абсолютнейший. То дети, то еще, то есть, не знаю, это просто страшно абсолютно. И вопросы какие? Вот сосед говорит, я ничего не слышал, тишина. На месте нашли бутылки, якобы была какая-то вечеринка. Но вот если это вечеринка, улица Молодежная, в Гае, это практически окраина, там полная тишина. В 4 утра почувствовали запах Гарри, девушка вот это тоже в 4 утра пыталась, так сказать, выйти. То есть, примерно в одно время, так сказать, вот все это загорелось. Она вышла, потом так загорелась, или как там было. Но, тем не менее, видимо, пожаром пытались скрыть следы преступления. Вопрос заключается в том, что, если это была какая-то вечеринка, как сосед мог ее не слышать? Также, если пришел молодой человек, незнакомый, если 3 месяца назад он только освободился, могли ли девочки, которые характеризуются по месту учебы, очень положительно, и сосед говорит, что они всегда были очень аккуратные, культурные, здоровались и так далее, могли ли они пригласить молодого человека, которого знали всего там буквально там, ну сколько, пару месяцев или месяц, да, вот примерно такое время, домой. Ну, может быть, могли, понимая, что их трое. Он мог подсыпать, например, им снотворное, сегодня такая информация прошла. Ну, вот они взяли, вырубили, что называется, да. Но, в данном случае, я вынужден сказать, что берегите своих деток, которые даже учатся, а тем более, которые учатся, тем более девочек, и сообщите, что ни в коем случае, ни по месту проживания, никуда идти. У малознакомых людей, там, сейчас такое время, ни воду, ни какие-то напитки алкогольные, алкоголь-то по курению вредит здоровью, ни еду, ничего нельзя принимать. Вы скажете, ну это уж слишком, там, ну время такое, время такое. Ничего абсолютно, сама купила, сама, так сказать, всё, бутылку никому не передавать, не отдавать. То есть, нужно беречь себя, нужно относиться очень внимательно к такого рода вещам, потому что люди абсолютно незнакомы, неизвестны, кто он такой вообще. То есть, он, может быть, выглядел нормально абсолютно, и всё, они даже знать не знали, что он отсидел, и вот только недавно освободился. При этом ещё, что мне показалось странным, сосед говорит, я никого не слышал, чтобы кто-то приходил. Ну, конечно, предполагая, что они живут на съёмной квартире, и не желая, может быть, чтобы сообщали хозяевам квартиры, они могли там как-то, чтобы он потихоньку прошёл, открыли дверь, он зашёл и всё, по телефону позвонил. В принципе, это возможно. Сосед же постоянно у глазка не стоит. Но, тем не менее, если это была бы мини-вечеринка хотя бы, какая-то минимальная, сосед бы услышал какой-то смех, какие-то разговоры, какая-то музыка, была полная тишина, он говорит. Конечно, это породило и в сети массу слухов, вплоть до того, что они сами себе нанесли эти, значит, повреждения, и какая-то была у них там женская драка и так далее. Я не склонен в это верить, потому что, ну, это уж совсем другое дело, опять-таки, вот полиция просит о помощи в том смысле, что если кто-то увидит подозреваемого, сообщить. Я, ещё раз скажу, всегда склонялся к тому, что если даже песчинка есть, возможности помочь. Я тоже, так сказать, хочу продемонстрировать эту фотографию, чтобы вы знали, может быть, кто-то где-то увидит, так сказать, и действительно он совершил. Это страшное преступление, может быть, действительно это поможет. Но, опять-таки, скажу, что, конечно, это вызывает большое количество вопросов, ибо сосед говорит, я ничего не слышал. Либо соседа кто-то запугал, у меня уже была такая мысль, и он понимает, что, сообщив какие-то детали или там что-то, что он слышал, может, видел, может, он видел, может, он открыл дверь, когда, не знаю, она выбежала. Ещё раз скажу, что представить, что она пробежала 70 метров по двору и упала, истекая кровью, и умерла, да, значит, она выбегала из квартиры, соответственно, уже в практически предсмертном состоянии. Не практически, а в предсмертном. Естественно, там не допрёшь умом, что можно долбать в каждую дверь, пока бежишь, кто-нибудь, да, откроет. Может быть, она думала в 4 утра, что никто не откроет, наоборот, она встретит какого-то прохожего на улицу, кто-то уже собирается, например, утром на работу и идёт на смену. Но в любом случае, сколько бы здесь не задавать вопросов, да, кто-то сделал это, кто-то лишил их жизни, кто-то пытался сжечь квартиру, и это страшно. Я считаю, что, конечно, здесь в данном случае нужно дополнительно всем обратить внимание на детей, на подростков, на учащихся в других городах. Хоть никто не хочет это слушать в этом возрасте, но думаю, что стоит говорить это в любом случае и говорить, и говорить, и говорить, чтобы в мозгу это откладывалось у детей. Страшно абсолютно, абсолютно страшно. Ужасно. Друзья, может быть, вы знаете, что-то об этом читали, или, значит, какие-то у вас есть свои версии, что произошло на самом деле, потому что здесь действительно не совсем понятно, даже в плане вот изложения соседом. Он говорит, я их видел, они зашли домой, всё было тихо, никто не приходил, и вдруг в 4 утра вот две убитые, одна выходит из дома, квартира горит, что случилось, как? Так, пишите, друзья, ваши комментарии, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, канал Будда Гришна Live, вместе мы с силой, считаю, что только таким путем можем чего-то добиться или решить какую-то проблему, обратить внимание на какую-то проблему, присылайте ваши новости, значит, личными сообщениями в Инстаграм, Инстаграм Будда Гришна, нижняя подчеркивая, единичка на латинице, на русском Будда Гришна, три российских флага. Всем пока, друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok